Каким бы смелым он не был, представитель этой кадыровской темы, правым он от этого не будет. И смелость, она тоже, понимаете, разная. Мы говорим, давайте уберем яму. Нам говорят, ааа, вы оправдываете того, кто выехал на встречную. Но нет, мы не оправдываем, мы говорим, на встречную нельзя выезжать. Но при этом мы призываем этих дорожников эту яму убрать. Ведь если этой ямы не будет, то не будет самой причины ее объезжать и выезжать на встречную полосу. Вот это вот... Томсо, кадыровцы на самом деле один на один трусы. Они только с армией герои. На нейтральной территории ни один кадыровец не будет наглеть. Слушай, трусы, не трусы, это, наверное, нельзя так охарактеризовать всех кадыровцев. Трусость или смелость, это то, что дано разным людям. И среди кадыровцев найдутся смелые люди. И среди кого угодно найдутся смелые люди и находятся. Дело не в том, что вот этот культ силы, который нам пытаются навязать, если ты смелый, то ты прав. Если ты победил, ты сильнее, то ты прав. Нет, так это не работает. Каким бы смелым он ни был, представитель этой кадыровской темы, правым он от этого не будет. И смелость, она тоже, понимаете, разная. Кто-то на ринге показывает какую-то смелость, но показать ее в реальных таких местах, где нужно ее показать, выступить против системы, он не может эту смелость показать. Поэтому она тоже разная. И таких людей назвать смелыми навряд ли так можно. Короче, это понятие очень растяжимое, очень такое обширное. В целом, я с тобой соглашусь и скажу, что если бы они были смелыми, они не были бы в рядах кадыровцев. Но при этом это не значит, что оказавшись на нейтральной территории, они там подожмут хвост. Все, большинство, конечно, так и сделает. Но кто-то из них этого не сделает. В этот момент у него хватит смелости, допустим, этого не сделать и выступить надо. Но от этого он не станет достойным, и это не сделает его право. Вот в чем суть. Среди мушликов, которые сражались против мусульман во времена посланника Аллаха, были смелые мушлики. Но это не сделало их достойными, правыми, праведными, справедливыми. Это их не сделало. Так что смелость – это относительное понятие. По поводу моего совместного эфира с Михаилом Световым. Перед тем, как мы начали эфир, я посмотрел 100 с лишним тысяч, по-моему, просмотров уже было набрано. Очень обсуждаемое видео на его канале. Три с лишним тысячи комментариев. То есть, для его аудитории это оказалось очень интересно. Более суток он находился в российских трендах, этот ролик. И многие, я вижу, что удивлены такой постановкой вопросов Светова. Но для меня это вполне понятно. Светов готовился к этому интервью. Он изначально изучил какие-то мои ответы, мои взгляды. И он построил это интервью именно вот так остро, задавая какие-то вопросы в формате спора. И причем такого жаркого. Потому что именно так это интересно для аудитории. Если бы не было вот этого вот такого горячего спора, аудитории это было бы неинтересно. В целом, я соглашусь с тем, что россиянин, человек российской ментальности, он в большинстве своем одинаково мыслит. Независимо от того, является ли он либертарианцем, либералом, националистом и кем бы он ни был. В большинстве своем они мыслят одинаково. В том плане, что вот допустим, когда обсуждался вопрос Франции, где мы топтались на одном месте, всячески нам пытались убедить нас в том, что мы не имеем права вообще заявлять здесь о каком-то своем видении ситуации, как бы мы считали правильным, не допускать в дальнейшем подобное. И также пытались, он пытался убедить меня в том, что мы в целом какую-то коллективную ответственность за это несем, как чеченцы, так как этот человек вышел из нас. И было полное одобрение методов сегодняшней французской власти, когда они пытаются не предотвратить дальнейшие, точнее даже не так, которые пытаются предотвратить дальнейшие подобные инциденты не устранением первопричины, а наказанием каких-то людей, которые, по их мнению, могут в дальнейшем подобное совершить. Я приведу пример, почему это мышление типично российского человека. Допустим, у нас есть дорога из двух полос, разделенная сплошной полосой, которую нельзя пересекать, это нарушение ПДД. И на одной полосе у нас яма, большая такая яма. И человек, который едет по этой стороне, где эта яма, он не имеет права объезжать эту яму, переезжая через сплошную. Но при этом, допустим, кто-то сделал это, нарушил ПДД, значит, выехал на встречную, и в этот момент произошло ДТП. И вот типичное мышление российского человека, это, что нужно наказать, разумеется, того, кто нарушил. Но если он, допустим, как в случае во Франции, его уже наказать не получится, он сам себя наказал, он погиб в этом ДТП, то нужно ужесточить правила дорожного движения, то есть наказание за выезд на встречную полосу нужно ужесточить, штрафы поднять. И нужно потенциальных, значит, родственников этого человека, или людей из такой группы, которые, возможно, нарушали до этого, допустим, тоже выезжали на встречную полосу. Этим людей нужно всех, значит, лишить водительских прав, лишить их возможности ездить. То есть вот такое решение проблемы они видят. Но при этом никто, вот российское мышление, не подсказывает этому человеку, что надо бы яму все-таки убрать. Первой причиной явилась яма. При этом, когда мы говорим об этом, да, мы говорим, давайте уберем яму, нам говорят, ааа, вы оправдывайте того, кто выехал на встречную. Но нет, мы не оправдываем, мы говорим на встречную, нельзя выезжать. Ни в коем случае не выезжайте на встречную. Лучше воткните свою машину в эту яму. Вы не имеете права нарушать правила дорожного движения, говорим мы. Но при этом мы призываем, да, этих дорожников, эту яму убрать. Ведь если этой ямы не будет, то не будет самой причины ее объезжать и выезжать на встречную полосу. Вот это вот, к сожалению, в большинстве своем россияне, они мыслят именно так. И это, видимо, какой-то отпечаток от того прошлого. Возможно, нужно время, чтобы как-то поменять вот это мышление. Так, в целом, я доволен этим стримом. Как бы там ни было, задачей Михаила, я думаю, его задачей было вывести меня на горячую такую дискуссию. А моей задачей было на нее не переходить. То есть я каким-то выгодополучателем из этого эфира я не был. То есть я из него не получил бы и не получил никаких там дополнительных зрителей, подписчиков и так далее. В этом плане выгодополучателем был Михаил. Он получил здесь и новых зрителей, и просмотры. Но моей задачей было донести до аудитории Михаила, которая, как правило, не пересекается у нас. То есть это не моя аудитория, это люди, которые меня не смотрят. Возможно, кто-то из них меня даже и не знает, никогда его мне не слышал. Для меня было важно показать им нашу точку зрения. И чтобы они ее увидели, для многих она будет шоком, она их ошпарит. Как там, допустим, как это так, мы не считаем Басаева преступниками и террористом. Как это так, понимаете, это их ошпаривает. Но они видят, и моя задача была им показать, что это абсолютно здравая точка зрения. Что здесь нормальные люди, которые не переходят на диалог формата «сами вы дураки». Как только человек переходит на такой формат разговора, типа «вы сами дураки, а посмотрите на себя». Это все проигрыш однозначный, это как раз и отворачивает. Поэтому для меня было важно показать им, что мы не такие, мы те люди, с которыми можно говорить, договариваться. У нас разные взгляды, мы во многом никогда не придем к какой-то общей точке зрения, но это не мешает нам договариваться. Как в случае, там, в мировой дипломатии много таких примеров, как, например, Израиль с Россией. Россия не считает Хезбалу террористической организацией, которая в Израиле признана террористической и ответственна за пролитую израильскую кровь. Но при этом этот момент не мешает Израилю и России быть в нормальных отношениях, можно сказать, даже дружеских, иметь нормальную здоровую дипломатию. Поэтому здесь то же самое. Для меня было важно показать им, что несмотря на то, что мы не сходимся в оценках Басаева, мы не сходимся в оценках Российско-Чеченской войны и многих других моментов, при этом мы люди, с которыми можно разговаривать, вести диалог, договариваться, это не должно нам мешать для диалога. Вот о чем было важно. И, на мой взгляд, у меня получилось это сделать, чему я очень рад. Субтитры создавал DimaTorzok